Обсуждение плана действий на предстоящих праздниках в городской администрации проходит уже во второй раз. Ко дню труда и 72-й годовщине победы Великой Отечественной войне Сочи начал готовиться заблаговременно. Но еще остались организационные вопросы, которые только предстоит решить. В частности, провести на курорте генеральную уборку. И речь здесь не только о центральных улицах, но и о дворовых территориях. Мы надеемся, что все-таки эту работу мы доведем до логического завершения. Отмоем фасады, покрасим двери, приведем порядок водосточные трубы. Надеюсь, что жители дворов приведут порядок те же детские площадки. Второй вопрос, который обсудили на совещании – организация безопасности во время проведения массовых мероприятий. И первая пройдет в День труда. Он ознаменуется традиционным шествием по центральным улицам. Старт будет дан в 10 часов после Зимнего театра. А накануне парада участникам и зрителям будет предложена развлекательная программа. Мы попытаемся провести вот такую небольшую акцию – песенный марафон. То есть, будем предлагать площади попеть наши русские песни, но немножко артилизировать деятельность участников колонн. В 10 – выход главы города и почетных гостей. В 10.15 колонны двинутся по уже привычному маршруту – Зимний театр, курортный проспект, Поярканье, Себрская, Южный мол морского порта. На это время движение по маршруту шествия перекроют. Обеспечивать безопасность будут сотрудники правоохранительных органов. Им на подмогу выйдут казаки и добровольцы. Также организуют мобильные группы, которые будут сопровождать колонны в течение всего пути. Неделя срока будет, чтобы действительно с теми коллективами, которые будут принимать участие, четко и ясно обо всем договориться, чтобы они знали, как очень нас, как себя вести. Шествием 1 мая не ограничится. Также будут работать всевозможные площадки активности, собственно, как и на 72-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. В рамках последнего праздника запланировано провести в общей сложности 54 мероприятия. Старт им будет дан накануне. Так, 25 апреля начнется акция «Георгиевская лента». Но основные события все же пройдут 8 и 9 мая. Митинги памяти, акции, в том числе «Бессмертный полк», концерты, показ фильмов о войне, салюты и открытие памятника.